Это не первый протокол, который за сегодняшний день приходится заполнять инспектору. Права на продажу своей продукции многие здесь не имеют. Поэтому, завидев людей в форме, торговцы срочно сворачивают свои лавочки. Один наш документ на машину ушел. За товаром ушел. Сейчас здесь тоже посмотрит. Может, здесь найдется. Такие рейды по торговым рядам на русской полицейским приходится совершать каждый день. Часто вместе с прокуратурой и администрацией советского района. Заполнена улица полностью торгашами, грубо говоря, которые осуществляют незаконную деятельность. То есть, выявляем, осуществляют административные протоколы. За один рейд полицейские составляют до 10 протоколов. Штраф, однако, небольшой – до 2000 рублей. Поэтому бесстрашные торговцы снова разворачивают свою деятельность. Это возмущает горожан, и они присоединяются к полицейским в их рейдах в качестве народных дружинников. Я думаю, что дружина должна быть, потому что с помощью таких, как мы, выявляют всякие нарушения. Просто не должны оставаться в стороне такие. Просто не все сотрудники полиции могут вовремя предотвратить что-то. А так мы где-то что-то реагируем, им сообщаем. Часто незаконную торговлю бдительные граждане пресекают. Например, партию несанкционированного легкого алкоголя в местном магазинчике накрыли по звонку из Москвы. Жалоба поступила из общественной организации «За трезвую нацию», называется. Находится в городе Москва. То есть, видать, люди, какой-то гражданин, который неизвестен, написал жалобу на их сайт «Градус.нет». А потом уже эта организация проверяет сама, имеет ли магазин лицензию. И направляет, если удостоверяют, что лицензии в магазине отсутствуют, они направляют материал нам. Ходить в форме инспекторы по исполнению административного законодательства во время рейда не могут. Выдают себя за обычных покупателей. Ведь завтра снова выходить в рейд. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.